В Петрозаводске пресекли проведение детского митинга, посвященного Дню Победы. Закон больше двух не собираться в действии. А как вы относитесь к такой охране порядка? Об этом наш интерактивный опрос. Здравствуйте. Новости на телеканале Ника Плюс в студии Ольга Пименкова. Сегодня в Петрозаводске сотрудники полиции пресекли проведение митинга. Детского митинга, который был посвящен празднованию 9 мая. В руках у детей были патриотические листовки, на которых значилось город-герой Севастополь, город-герой Одесса и так далее. По числу тех городов, памятные знаки которых установлены в сквере на Октябрьском проспекте. Однако это не остановило полицейских. Наш корреспондент Илона Румянцева, на глазах которой это происходило, была шокирована произошедшим. Брест первый принял на себя удар фашистской армии. Незгибаемый Ленинград. Поначалу ничто не предвещало беды. Так бы и рассказали ученикам разных классов 29-й школы, которая расположена по соседству с Бульваром Победы, о том, как героически сражались их прадеды на войне. Но теперь они запомнят этот митинг по другой причине. К сожалению, организаторы не догадались, что сегодня о своих патриотических настроениях нужно заранее предупреждать тех, кто следит за порядком в стране. Этому митингу вообще не повезло. Один раз он уже был сорван из-за дождя 5 мая, поэтому его перенесли на сегодняшнее число. Всем тем, которым забывать нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья! Наша школа участвовала в этом. Как всегда бывает? Всегда, каждый год бывает. В школу приходят ветераны к нам, рассказывают фронтовые истории. Дома родственники рассказывают. Это торжественный праздник, который дорог для нас. Малыши и старшие к митингу готовились, рисовали открытки для пожилых людей, чтобы сказать им добрые слова. Оформляли плакаты, посвященные городам-героям, учили стихи. Вообще в 29-й школе патриотическая работа ведется на должном уровне. Не только в мае месяце, но целый год, учебный год. И с года в год это традиционные мероприятия, это приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов наших войн в Чечне, Афганистан. В 29-й школе есть музей Афганистана, Онежской флотилии. Ура! 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 Но не успела отгрохотать победное «Ура», как люди с оружием, которые рядом с детьми вообще смотрятся дико, взяли под локоток Анну Валерьевну. По факту полиция права. Ведь теперь у нас что-то вроде закона, больше двух не собираться. На всякое сборище неси бумагу в мэрию. По сути же, детям отказывают в их праве, в удобный для них момент, поздравить ветеранов или сообщить городу о том, что они любят свою родину и помнят о ее истории. В столице накануне Дня Победы, да и в другие дни, такие же мальчики и девочки, читающие стихи и собирающиеся на площадях, тоже были наказаны за вольнодумство. Так что стихи в устах детей звучат печально и отдают неправдой. Я буду жить, как я хочу. Свободную птицу влечу. Когда замдиректора пригласили пройти в машину полицейских, дети недоумевали. Они спрашивали, а при чем же здесь полиция? Не догадались они пока закричать, не забудем, не простим. Но я думаю, если так будет продолжаться в нашем государстве и дальше, они до этого обязательно додумаются. Илона Румянцева, Ярослав Березин, телеканал НЕКО+. Закон «больше двух не собираться», похоже, в нашей стране становится главным. И в его исполнении стражи порядка порой перегибают палку. Поэтому сегодня мы хотели узнать, а как вы оцениваете тот факт, что полицейские остановили проведение детской акции, посвященной празднику Победы? Если вы думаете, что полицейские просто выполняли свою работу, звоните 599-131. Если считаете, что это необдуманная демонстрация силы, набирайте 599-132. Ну и если, по вашему мнению, в нашем государстве это уже тенденция, ваш номер 599-133. Звоните. Итоги подведем в конце выпуска. Ну и пришло время подвести итоги нашего интерактивного опроса. Напомню, сегодня полиция пресекла проведение детской акции. Она была посвящена празднованию Дня Победы. И мы спрашивали вас, как вы относитесь к такой охране порядка. И, как видите, большая часть наших телезрителей все же считает, что в этом случае полиция перегнула палку. Да и вообще такая ситуация характерна для нашей страны. В этом случае, как говорится, комментарии излишни, а порой и опасны. И так все понимают сами.